Этот тёплый вечер в домашней обстановке стал возможен благодаря дружбе ведущего телеканала Гидное ТВ Олега Фёдорова с этим одиозным коллективом. Наше очное знакомство состоялось, наверное, лет 15 назад, когда группа «Божья коровка» приезжала к нам на различные концерты. Они выступали, поздравляли учителей, врачей, строителей, социальных работников. Поэтому, конечно, эта дружба продолжилась. Ну а заочное знакомство с этой замечательной группой у меня состоялось очень и очень давно, когда вся страна, ну и я в том числе, подбирая аккорды, пел именно эту песню. Не было в 90-х годах человека, который не знал бы слов этой песни. Она лилась из всех магнитофонов страны. Но оказывается, гранитный камушек – не просто удачно найденная метафора. Он существовал на самом деле. Вот видите шрам у меня? Вот там был камушек. Гранитный? Да. Мне нормально, когда его достали оттуда, показали вот такой реальный камушек. Вот. Называется тромб. Знаете, вот когда такой тромб отрывается и попадает куда-нибудь там, не в нужный человек, сразу умирает. Вот. А я остался живой, потому что меня его вовремя вытащили. Вот 30 лет пел эту песню про камушек и, как говорится, допелся. Это на сцене они божья коровка, а в жизни образцовая семья. Вместе очень давно. Сыну уже 20 лет. В семье, как и в группе, ведущую роль играет супруг. Я за мужем. Не на равни, не впереди. Я за мужем. Поэтому я ему помогаю. Я создаю быт, условия для того, чтобы он писал песню. На гастролях помогаю. Мне так легче. Это моя женская органика. И мне кажется, это происходит у нас естественно. Поэтому конфликтов нет. Во мне вот это вот лидерство, чтобы быть первым, нет. Я не лезу на место Володи. Вообще за эпатажным имиджемой группы, за незатейливостью текстов песен кроется мощная академическая база. Прежде всего, инструментальная. 13 лет пианистка. Баяном Володею. Ну, вот гармошка – это тоже разновидность. В основном, конечно, это вот фортепиано, клавиши. Ну, вот такая в простонародье расческа. Профессионализм в работе и мудрость в семейных отношениях – вот он, секрет творческого долголетия этого музыкального коллектива. Ведь группа «Божья коровка» по-прежнему создает новые песни и гастролирует по городам России. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.